был момент был момент когда я задался вопросом почему мы начинаем дела свои с понедельника даже есть такая устойчивая фраза с понедельника начну чем понедельник отличается скажем от четверга или от субботы от среды задавшись этим вопросом я обнаружил что каждому дню недели соответствует какой-то был момент когда я задался вопросом почему все дела нужно начинать в понедельник даже есть такая устойчивая фраза с понедельника начну чем скажем понедельник отличается от среды четверга пятницы вторника начав искать ответ на свой вопрос я обнаружил что каждому дню недели соответствует какое-то небесное светило понедельник это луна вторник марс среда меркурий четверг юпитер пятница венера суббота сатурн и воскресенье солнце и каждая планета как считается она создает в этот день свой настрой и свой какой-то посыл в связи с этим есть дни когда нужно что-то сажать есть дни когда нужно просто лежать есть дни для медитации расслабления есть дни для активных действий так вот если мы возьмем понедельник и ему покровительствует луна то окажется что луна эта планета достаточно эмоционально непредсказуемо и начинать дела в понедельник не столь уж и продуктивно а вот начинать дела лучше все таки четверг потому что юпитер планеты которую часто называют большим счастьем и день юпитера он как правило приносит человеку удачу он дает возможность строить огромнейшие планы рождать какие-то гениальнейшие идеи здорово подумал я теперь я подожду когда будет ближайший четверг и буду начинать свои какие-то начинания не с понедельника на четверга только я так решил и тут мою встроенную логическую цепочку нарушила одно мое наблюдение я наблюдал за своим четырехлетним племянником и увидел что для него нет ни понедельника ни среды ни завтра ни вчера он живет вот здесь в настоящем моменте и для того чтобы с ним о чем-то договориться нужно было все переводить в момент настоящий ну например сегодня суббота он говорит я хочу в садик я ему в садик пойдем в понедельник он говорит хочу в садик и до тех пор пока я не перевожу его понимание садика в настоящий момент он будет в бесконечности говорит что он хочет в садик сейчас и так я ему говорю сейчас садик закрыт все мы в настоящем моменте а понял садик закрыт все пошел делать какие-то свои дела или вечер он говорит я хочу мороженое я могу мороженое будет завтра он хочу мороженое хорошо переводим сегодня все момент сейчас я могу магазины сейчас закрыты а понял магазин закрыт из этого наблюдения я для себя решила может быть все вот эти наши ожидания понедельника четверга первого числа там начала месяца еще что-то они просто какие-то условия которые помогают нам отложить наши какие-то есть мало того вот это вот ожидание чего-то планирование куда-то она зарождает в нас две эмоции положительную и отрицательную положительную в чем что мы думаем о я в понедельник начну делать зарядку во как я рад этому а второе когда приходит четверг и я не начинаю делать эту зарядку я думаю какой я я не начал делать заряд для ребенка же нету вот этой обусловленности что где-то когда-то что-то он начнет делать у него есть вот этот настоящий момент и он смотрит по сторонам так что здесь у него вот сейчас есть возможность чего-то делать так увидел книжку подошел полистал книжку вот телевизор нажал на кнопку так смотрел что-то не понравился пошел 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 дальше так может быть и нам с вами начать действовать вот из этого момента из возможности того что я могу делать вот здесь и сейчас есть возможность есть настроение сажусь пишу есть возможность есть настроение делаю зарядку и дальше 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 в зависимости от тех дел которые перед вами выстраиваются и тогда уходит вот это вот зацепленность за то что когда-то мы конечно лишаемся возможности порадоваться а когда-то я чего-то но зато мы и убираем из своей жизни вот те огорчения которые последуют за нереализации планов которых которые мы себе настроили давайте делать дела по мере их прихода в момент здесь и сейчас мне кажется это самое лучшее что у нас сейчас есть